С начала августа в России заметен ежедневно фиксируемый рост заражения коронавирусной инфекцией. Распространяются сразу несколько относительно новых вариантов омикрона. Последний неофициально называют кентавр. Магазины возвращаются к масочному режиму, так на днях в магните сотрудников обязали носить маски. На фоне роста числа заболевших COVID-19 в торговых заведениях продолжают дезинфицировать помещения, кассы и другое торговое оборудование. Беда заключается в том, что коронавирусную инфекцию по симптоматике трудно отличить от обычной сезонной простуды. Омикрон значительно реже, чем другие варианты штаммов, вызывает потерю обоняния. А ведь раньше это был первый признак заболевания. Большую опасность вирус представляет людям пожилого возраста. Так на фоне общего самочувствия обостряются хронические заболевания. Для того, чтобы убедиться, простуда это или коронавирус, необходимо сдать тест. Но есть одно но – сдавать тест необходимо в определенное время болезни. К примеру, ПЦР-тест будет наиболее точен на третий-пятый день с момента появления симптомов коронавируса. А экспресс-тест на антиген можно делать с первого дня появления симптомов и до пятого-седьмого дня. После этого концентрация вируса будет резко снижаться. На вопрос, какая вакцина от коронавируса лучше, однозначного ответа нет. Прививаться или нет – дело каждого. Главное, не забывайте, что таким образом вы сможете снизить риск заболеваемости. Периодическая ревакцинация от коронавируса позволяет не только повысить уровень антител, количественный показатель иммунного ответа, но и уровни критических антител, нейтрализующих вход вируса в клетки человека. Отметим, что уровень коллективного иммунитета COVID-19 от Арсани упал до 3,9%. Вакцинация – это единственный способ защитить себя и свое окружение.